Привет всем! С вами ваша Сильва Butterfly. И сегодня я поговорю о итальянских парфюмах. Начну с парфюма под названием Romeo Di Romeo Gigli. Вот так вот выглядит бутылочка. Такой колбачок интересный, как вот купол, я не знаю, какой-то православный, может быть больше мусульманский. И тем не менее, это итальянский парфюм. Значит, такая бутылка. И вот у меня есть еще одна, точно такая же. Я нанесу. Оставлю на couple seconds, как-то на минутку, на парочку минут. Свежая скошенная трава, такая зеленая, даже можно сказать, даже темно-зеленая такая, от которой можно пораниться. Такая высокая трава, я не знаю, какое название, но очень острый такой, свежий, скошенный запах травы. Вот сено, даже не сено, а вот именно травы еще свежий. Прелесть. Очень подходит под настроение, кто любит грозу, такое все темное, и тут бац, трава такая. Это прелесть. Еще такой же парфюм из этой же серии, Ромео Джигли. Он просто, но не Джигли, а называется Ромео. Я нанесу его сюда. Здесь та же самая скошенная трава, но как бы приглушенная такими как бы васильками, я не знаю, какими-то полевыми цветами. Очень такая, я не знаю, искушенная какая-то трава, по моему понятию. Третий, вот такой вот колонн, это тоже, значит, компания Ромео Джигли. Называется он Ромео Джигли Йоломо, то есть для мужчин. Так, как же это открывать-то? А вот как? Такой, такой суровый шипр для мужчин. Так, оказывается, он закрывается. О, господи, опять кто-то звонит. Не буду брать трубку, отвечу и потом, как только закончу репортаж. И вот еще один Джигли с буковкой G. И, значит, здесь вот самый настоящий какой-то вот косточка или там веточка от черешни или от вишни. Я, наверное, его себе нанесу на волосы. Потому что, чувствую, сейчас вот уже вот начинают зарождаться черешинки, все эти маленькие цветочки опали. И вот это вот самое такое настроение. То есть я повторяю, это опять Ромео, Лид Джигли. И вот этот парфюм называется... Ой, кто-то звонит. Ладно, я вам перейду. Я вам дальше расскажу.